здравствуйте уважаемые любители рок-музыки продолжаю репортаж с нашей дачи но не совсем с нашей дачи а из ближайшего ресторана наконец-то сняли карантин и мы теперь можем продолжить ресторанные сезоны а это мы делаем периодически почему мы это делаем потому что в душе хочется иногда по другой пищи не только духовной но и гастрономической потому что домашняя еда хоть мы умеем готовить вкусно моя жена вообще повар разрядный четвероразрядный я бывший помощник кока полгода молодым матросом служил помощником кока на корабле там меня научили готовить мы умеем это делать но хочется настоящий высокой где повар профессионал делает настоящее блюдо когда люди мне рассказывают или там ресторан рекламируют себя что у нас и готовят вкусно как дома я в такие рестораны не хожу как дома ей сам приготовлю я иду в те рестораны где вред мы готовим не так как дома мы готовим лучше чем дома вот здесь такой ресторан я его конечно не буду называть но это прекрасный ресторан здесь аутентичная кухня двух двух народов кавказка кавказская кухня и узбекская прекрасная аутентичная вот так вот так это различные кутабы различные местные салаты супы все очень здесь конечно готовят и европейские клубы но я их не заказываю потому что это немножко другое здесь заказываем именно аутентичную кавказскую кухню сейчас вся рок-группа волосюка и сдэ в сборе находится здесь я продемонстрирую вам еще и приехавшая нам одна из наших подруг знакомых ну подруг моих детей пойдем поздороваемся с ними здравствуйте уважаемые рок-музыканты и товарищи как вы тут готовы к потреблению всякой вкуснятины молодцы потому что вкусная еда это залог здоровья и вдохновения сейчас сочиню стишок потому что без стишка вы знаете ничего не выкладываю я придумаю стишок о нашем походе гастрономическом в этот ресторан и после этого выложимся в эфир вот о чем надо говорить в ресторане люди говорят о политике о чем угодно это нормально но я считаю что в ресторане нужно говорить о еде и вот мы здесь секрет обсуждаем вспоминали разные кухни украинскую грудинскую а там приехали гости из швеции вот юля наши друзья и мы обсуждаем сравниваем шведскую кухню нашу русскую есть приколы и там и там вкусно и там и там но у них намного больше у нас живут душа широкая у нас если стол так надо есть и пить три лодки а там скромно и заодно обсуждаем конечно же шведскую рок музыку потому что это одна из любимых моих рок музык начиная с поп стоп групп оба великолепная группа потрясаю секрет сервис европа правда одна песня там не было у европы но все равно хорошая а рок сет но потрясающая вещь я слушаю каждую постоянно рок сет переслушиваю а из новых ну как из относительно новых клауфинга потрясающие ребята сумели соединить рэп с рок музыкой тяжелой а мы шуга но это просто восхищение поэтому шведская музыка мне восхищает но так же как я юлю восхищает русская нашим урок музыка особенно рок музыка группы волосю ксд дать ей сказал так что так надо в ресторанах обсуждать музыку и еду никакой политики пообедали нашем местном ресторане насладились аутентичной кавказской и узбекской кухни всякими баклажанами с грибами с помидорами сулугуни жареным с кутабами зеленью с сыром с бараниной с великолепными каре ягненка потрясающе готовит но не никогда никому не рекомендую в кавказских или узбекских ресторанах заказывать всякие фуа-гра или там допустим роллы и суши этого не делать не умеют но свое они делают великолепно поэтому всегда подобных ресторанах заказывают только национальную это не готовит великолепно поэтому сезон ресторанский слава богу открыт карантин закончен рок-группа волосчука sd изредка будет передавать репортажи из различных ресторанов и говори какие самые вкусные блюда там всем рокерам привет устали мы от карантина от масок и от рукавиц одолевала нас кручина по рокерам из-за границ да и по нашим мы скучали им тоже срезали сезон сейчас бы слушать даже стали heavy metal попса шансон и огорчало меломанов ценителей тяжелых струн что все закрыли рестораны не чай попить не отдохнуть и вот свершилось наконец-то нам отменили карантин и мы собрав все свои средства идем пить чай и кофеин здесь возле нашей скромной дачи есть задушевный ресторан на вид он вроде бы невзрачен но повар там большой гурман умеет он готовить вкусно кара ягненка и лагман кутабы делает искусно икру из свежих баклажан отлично жарит хачапури и поменгрельский и с яйцом но не просите его с дури чтоб сделал фуа-гра с вином он дитя гор ему неведом этот французский феномен сделает но до туалета редкий успеет супермен поэтому рекомендую когда идете в ресторан узнать что делает искусно шеф-повар если вы гурман из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу